На сайте перебои.ру два обращения за два дня. И оба об одном и том же. Якобы сняли с производства самое необходимое лекарство. Врач сказала, что калетру с производства сняли, ее больше не будет, что теперь калетру будут всем заменять другими препаратами. Я сказал, что против экспериментов и не хочу менять ничего. Подобные жалобы на территории края появляются с завидной регулярностью. В прошлом году Алтайский край стал одним из регионов России, где особо остро ощущался недостаток лекарств для ВИЧ-инфицированных. В начале этого года на проблемы с получением медикаментов жаловались жители Рубцовска. Однако, как нас заверил главный врач краевого спеццентра, проблемы с медикаментами в настоящий момент не существует. Что касается препарата калетра, та информация, которая сейчас обсуждается по поводу исчезновения ее с рынка и так далее, но она абсолютно не имеет под собой оснований. Препарат достаточно хорошо известный, отлично зарекомендовавшийся в практике. Он есть и в наличии в Алтайском крае, и пациенты в Алтайском крае обеспечены им в полном объеме. И вопросов о прекращении его производства официально мы не получали. Калетра, по заверению специалиста, не является безальтернативным и дефицитным препаратом. Обычно его включают в комплексную терапию, и только в ряде случаев он назначается как препарат необходимый, а в некоторых и вовсе без нее можно обойтись, говорят врачи. Схема лечения индивидуальной всегда согласовывается с пациентом. Отменить, заменить или назначить медикаменты в одностороннем порядке медики не имеют права. Все смены препаратов регламентированы с национальным руководством. И смена происходит по определенному алгоритму. Первое – это мы учитываем эффективность и безопасность. Это действительно наличие показаний, утвержденных врачебной комиссии. И третье – это вопросы, согласованные с пациентом. Расходы на закупку лекарств берет на себя государство. Все ВИЧ-инфицированные пациенты по закону обеспечиваются бесплатными препаратами, в том числе и калетрой, если ее назначает врач. По заверению эксперта, до конца этого года крайне необходимыми препаратами обеспечен. Юлия Демидова, Андрей Печоркин, Павел Лауранин. Наши новости.